Ваша поддержка, как вы сами говорите, и России тотальная. Вы поддерживаете и Россию во всех этих событиях. Нет, какая же тотальная, мы же не воюем. Ну, вам попросили воевать? Меня? Да. Никогда. Никогда. Вот. Так что была вся эта поддержка, но вы никогда не признали ни Крим, ни так называемых республик Донецка и Луганска. Почему? Не было необходимости. Никакой необходимости. Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму надо, Луганску, Донецку, будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Какой помогать? Это же все за деньги делается. Ну, вы не собираетесь никогда не признавать эти... Надо будет признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Ну, какой смысл сегодня признаю я там публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем. Так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части. Вы, по-моему, Киевскую область хотите восстанавливать, французы. То есть вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. Ну, а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем. Мы это не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым и Луганский и Донецк, потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня. Почему там Лукашенко признал, не признал? Ну, подписал. Надо признаем указом президента. Если это нужно будет. Ну, сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят, вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет. Слушайте, ну, допустим, я подключился бы к этой операции Россию в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас. Поэтому зачем нам влазить в Украину и вести там какие-то военные действия? Мы к тому, что есть, ничего не добавим. Точно так Луганск и Крым. Вы называете это война? Слово, которое в России вели уголовное ответственность? Уже говорят и война в России. Говорят. И не специальная военная операция. Кто так, кто это говорит. Даже где-то президент России сказал. Да, говорят, это реальная война. Тонкости, нюансы понимаю и согласен, что это еще не война. Хотя мы ее называем войной. Почему? Потому что, как недавно сказал Путин, по-настоящему Россия там еще не воюет. Россия так еще до середины не дошла по качеству ведения войны. Потому что то оружие, которое есть у России, я не говорю даже о ядерном оружии. Но то, которое есть у России, это оружие страшное. А Россия его не применяла. Я это оружие видел, знаю. Я погружен в это. Хорошо знаю. Поэтому там еще той войны нет, которая могла бы быть страны России. К примеру, Украина объявила уже несколько раз мобилизацию. Сейчас уже женщин поставили на учет. Старики уже на учете, готовы призвать их на войну. Россия мобилизацию не объявляла. Она воюет теми регулярными войсками, которые у нее есть. И то контрактниками. А как вам кажется, как закончится теперь эта война? Это все зависит от Украины. Вот сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России. И не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее. Это философия. Поверьте, эта философия главная в безопасности России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатство России, не отступится от этого. Дайте гарантии. Помогите Киеву. Киев даст эти гарантии, если вы согласитесь. Натовцы и американцы, что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. Не надо Украине РСЗО, там противовоздушная оборона, которая бьет на 200-300 километров, 500 километров. Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украины. Ну какая Украина? Там еще будут Херсон, Донецк, Луганск. Это же, слушайте, это уже не обсуждается. Это можно было говорить в феврале-марте месяце об этом. А там сейчас Запорожское, Херсонское, Донецк, Луганск. Не обсуждается. Там живут русские люди, которых гнобили, украинцы гнобили, гнобили. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которую проводит Польша в отношении нас. Я всегда говорю, у нас есть поляки этнические. Но это мои поляки. Они имеют все права, как белорусы. Мы их любим, уважаем и ценим. Но и они себя ведут достойно в основном. Поэтому зачем тогда было русский язык запрещать? Зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводил Порошенко-Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне. Зачем бы оскорбляли власть в России? Зачем бы президента Путина оскорбляли? Постоянно украинцы. Вы разные фейки вбрасывали, домыслы и прочее. То есть это тоже нехороший фон. Может это не причина для операции, но фон нехороший. И главное, что не было гарантии безопасности с территории Украины для России. Потому что вам нужна была натовцам и американцам война. И вы делали все до мелочей, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому. Создается все равно впечатление и в речи Путина, и в событии последние годы, что он мечтает о каком-то славянском государстве, объединявшем... Это я. Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Русского. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и славян-поляков, словаков, болгары и прочее. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве, но мы славяне. Я об этом говорил. Путин ни о каком славянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали. Вы выезжали в Россию очень часто, даже во время, в полном разгаре пандемии. Выезжал, выезжаю и буду выезжать. Я поеду, буду встречаться с ним столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать не надо. Вам не смущает, что он очень редко сюда приезжает? Нет, нет. Нет, последний раз я был инициатором того, чтобы не ехать в Гродно на форум региону. Он уже собрался ехать. Я обосновал ситуацию и привел факторы определенные. Не потому, что мы там кого-то боимся. Нет, что мы в Беларуси встретимся в другое время. Это я был инициатором, не он. Он собрался ехать. Здесь нет чего-то, что я туда приезжаю, а он сюда не едет почему-то. Но у них еще особенность с этой пандемией была. Два года и до сих пор. Вы знаете нашу открытость в этой ситуации, а Россия была более закрыта здесь. Поэтому было принято решение Совета Безопасности, чтобы президент так-то поаккуратнее себя вел. На последней вашей встрече было объявлено, что скоро появятся в Беларуси скандеры и самолеты, способные на нощение ядерного оружия. Нет, у нас эти самолеты есть. Надо просто приспособить эти самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. В ответ на то, что делают американцы. Они тренируют немцев и другие страны, подготовили самолеты и тренируют. Вы хотите, чтобы были российские ядерные оружия на вашей территории? Нам достаточно, что оно есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь как свою территорию. У нас такой договор. Поэтому, если нужно применить ядерное оружие, не дай бог, конечно, чтобы это было, потому что это конец планеты. Вот оно будет применено как Франции, так и России. Поэтому территория Беларуси защищена. Российская Федерация согласна нашего договора. Я вообще противник ядерного оружия. Категорический противник. Его надо полностью в мире уничтожить. И мир будет спокойнее спать. Но сейчас есть, кроме ядерного оружия, биологическое. Вы видите, что творится. Кибероружие. Это, понимаете, это еще страшнее, чем ядерное оружие. Поэтому нам ядерное оружие не надо. Но если вы, натовцы, американцы, вас там тренируют летать на самолетах, способных нести ядерные бомбы и заряды, ну а почему мы не должны к этому готовиться? Вот мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать. У нас есть авиационные заводы, которые способны по российским технологиям переоборудовать. Там сложностей никаких нет. И как мне военные сказали, это вопрос нескольких месяцев. Но Путин, вы слышали, сказал, что они могут нам помочь. И будем тренироваться. Вы перестанете, натовцы, это делать, американцы. Мы этого не будем делать. Нам это не надо. Мы не хотим быть театром военных действий. Чтобы вы с Россией на нашей территории столкнулись и воевали. А так было всегда. Первая мировая, Вторая мировая война. Так всегда было. Мы этого не хотим. Вы смотрите на будущее сейчас с оптимизмом? Да, я смотрю с оптимизмом, потому что у меня, как и у вас, есть дети. Я не могу не быть оптимистом. Я хочу, чтобы наши дети жили не так, как мы даже, а жили лучше. Вот основа моего оптимизма. Спасибо. Спасибо.